Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский ознакомился с работой основных отделений Ненецкой окружной больницы. Глава региона изучил оснащенность медицинских подразделений, их функционирование, а также побеседовал с пациентами и медперсоналом больницы о качестве оказания медицинской помощи в настоящий момент и о проблемах учреждения, которые может решить окружная власть. Врач-трансфузиолог Леон Миносян показывает главе региона Александру Цибульскому главное сокровище отделения переливания крови плазму. Именно с этого отделения, которое находится в здании лечебно-диагностического корпуса, начинается осмотр лечебных учреждений. Служба крови организует работу с донорами по получению крови. Ее обследуют, разделяют на компоненты, хранят в специальных условиях и транспортируют в лечебные учреждения. Если есть потребность, в зависимости от картинки, больных, тяжести, заболевания, травмы, кровотечения, урожения, если не хватает запаса, то, конечно, мы работаем и в нерабочие дни тоже. Отделение переливания крови оснащено современным оборудованием, центрифугами, морозильными и вирус-инвокциальными камерами. Соседствует оно с рентгеновским отделением, в распоряжении которого находятся цифровые комплексы, флюорограф и мамограф, которые позволяют в автоматическом режиме быстро и качественно выполнять обследование пациенток на предмет скрининга заболеваний молочной железы. Правда, один из дорогостоящих рентгеновских аппаратов сотрудники отделения пока не могут ввести в эксплуатацию. Это связано с технологическими проблемами в корпусе. Которые связаны, во-первых, с введением санитарных правил и норм, которые появились в 2009 году, а строительство началось раньше. Поэтому не успели, видимо, внести изменения в проект и так дальше, и построили то, что было в проекте. При этом не совсем качественно была установлена система вентиляции. Она не соответствует проекту. Сотрудники больницы устранили недочеты путем договорных отношений с подрядной организацией. Те работу выполнили, но контрольные замеры пока не позволяют получить Санэдпидс заключение. Выясните, расскажите мне, пожалуйста, просто мы... Это если это еще в 2009 году принятые санпины, в 2009 году надо было вносить изменения в проект. И мы сейчас не тратили денег. Уже все работало, да. Продолжился осмотр лечебно-диагностического центра с посещения пятого этажа. Там находятся три независимых подразделения. Отделение спортивной медицины, медицинской профилактики и телемедицины, которые обеспечивают дистанционное консультирование медицинских работников, находящихся в отдаленных населенных пунктах округа. Это наглядно продемонстрировали Александру Цибульскому. На связь с главой региона вышел один из самых отдаленных поселков – поселок Каратайка. Расскажите, как работает ваша система? Это один из самых активных и удаленных центров. Я вот Галина Степановна, она такая приверженец телемедицины, она поняла ее преимущества, и с всех больших консультаций приходят именно из Каратайки. Галина Степановна, я тоже приверженец телемедицины. Вы молодец, потому что это система будущего. Также сотрудники отдела телемедицины активно консультируются у специалистов других территорий. Большинство из них проходит с Архангельской областной больницей, институтом Алмазова в Санкт-Петербурге, Турнера в Москве. Это нужно, чтобы получить помощь тех врачей, которых нет у нас в регионе. Еще одно учреждение, которое посещает Александр Витальевич – детская поликлиника. Заведующий детским отделением Владимир Чудочин показывает уютные двухместные палаты, буфет и игровую комнату. Кстати, есть воспитатель, она занимается с детками, готовится к праздничным, проводит внутренние какие-то. Также Александр Цибульский посетил роддом и терапевтическое отделение. Там в главе региона показали компьютерный томограф, который в 2018 году отметит свое десятилетие. На протяжении двух пятилеток он добросовестно служил на благо людям, но в этом году, как и положено великовозрастному аппарату, дал сбой. Без признаков жизни он уже находится на протяжении двух дней. Сломанную трубку в ближайшем времени заменят, но, по словам врачей, ремонт старожила не поможет решить другие важные проблемы. Мы справляемся с онкологической и с другой патологией. Мы ее видим, но мы не имеем возможности выполнять коронарографию. Также Александр Цибульский посетил окружную поликлинику, где успел побеседовать не только с медперсоналом, но и с пациентами. То есть вы сидите просто в живую очередь и ждете, когда вас придут? Давно сидите? Ну вот сначала с 9 часов. То есть уже 2 часа вы ждете, пока вас придут? Проблема очередей не единственная в окружной больнице. Самый больной вопрос – кадровая ситуация, которая наиболее остро чувствуется в сельских поселениях. И в первую очередь кадровая ситуация у нас наиболее тяжелая, но, наверное, все-таки в сельских медицинских учреждениях. Трудно в НЕСИ, нет врача сейчас. Трудно в Харивере сейчас нет врача. Слава Богу, мы нашли врача. В Дискупе приехал доктор, который там когда-то работал. Вот. В ПЕШе нет терапевта. В любом случае специалисты нам нужны, и специалистов нам надо удерживать. Для этого должны реально работать какие-то, должны быть какие-то социальные гарантии для медработи. Выслушав проблемы окружных медиков, глава региона обратил внимание и на контрастные здания, в которых находится отделение больницы. Инфекционные больницы у меня вызвали абсолютно удручающие, конечно, впечатления, как, наверное, у большинства жителей. Понятно, что многие даже отказываются оставаться в ней на стационар, хотя инфекционные заболевания, очевидно, должны этого требовать. Некоторые больницы, такие как родильное отделение, они, конечно, находятся вроде бы в хорошем, мне кажется, вполне современной, так им способны оказывать вполне современные услуги. Но, тем не менее, есть над чем работать. Мне кажется, нам надо активнее использовать возможности федеральных денег, которые выделяются на медицину. Мы сейчас обязательно проработаем наши первые шаги и постараемся посмотреть, в какие федеральные программы мы сможем войти. Также глава региона отметил, что крайне важно, чтобы люди получали качественные услуги там, где они живут. Поэтому на медицину и образование будет обращено особое внимание. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Сергей Качегов, Телеканал Север.